Итак, уважаемые, сегодня у нас 19 сентября. На дворе, как вы думаете, сколько градусов тепла? 30 градусов по Цельсию, 85 по Фаренгейту. Очень жарко, мы мокрые. Сентябрь. Сегодня я расскажу вам интересные вещи, как лучше и как качественнее подготовить семью к зиме. Почему подготовить? Потому что некоторые семьи есть умные, сами подготавливают хорошо, а некоторые, ну, не хватает у них мудрости, они все гонят на расплод. Итак, значит, я использовал такой вариант. Для ограничения матки вот такие клеточки пересылочные ставил. Работает, поставили матку в клеточку, пару штук, 5 пчелок. Вот, они ее кормят, 10, 15, 20 дней выдерживают. Вот такие пересылочные клеточки использовал. Я сделал специальную палочку, а на палочку воск намотал, и затычка получилась. Хорошая пробочка. Вот эти тоже хорошо работают. Их можно использовать. Ну, вот это вот лучше работает. Я заказал себе вот 30 штук на ebay. Вот это же то же самое. Вот, 30 штук обошлось 9,27. То есть, 9 долларов 27 центов. По 30 центиков обошлась вот эта штучка. Для нас это недорого в Соединенных Штатах. Ну, кто-то может дешевле купит где-то. То есть, говорю, с чем хороша вот эта клеточка. Здесь пчелки пролазают и имеют общение с маткой. Вот. Имеет она такое свойство. Крышечки. Вот такие крышечки сверху закрываются, открываются. Запускаете туда матку. Одну матку, никаких пчелок ловить не надо. И закрываете. И ставите между рамками. Вот так. Пчелам достаточно пролезть здесь. И вот здесь, с этой стороны. Когда вы вот так поставили, они пролезают здесь и здесь. На воск. Под планочку на воск придавливаете. Они все тут могут выгрести. Клеточка будет висеть на воску. И, как говорится, и они будут туда залазить и кормить. Это более-менее лучший вариант. Вот. Это хороший вариант. Это лучший вариант. Вот этот вариант пробовал колпачки ставить. Как колпачки? Пчелы, естественно, выгрызают все. Пытаются освободить матку. Туда они пролезть не могут. Матка здесь, они ее кормят, они ее сохраняют. Но что интересно. Когда я поставил вот эти колпачки, я их ставил не на овощи, но на пластиков фундейшн. То есть база средняя. Сейчас покажу, где этот мой пластик. Вот он. Я уже все поубирал. Вот эту вот возьмем, получим. Видите пластик? И когда я поставил на пластик, это сота была у меня. Это еще не построено сота. Это фундейшн. Ставлю на пластик, закрываю. Прогрызть они не могут. Я ставлю улик внутри улика до стенки и прижимаю. Прижимаю вот так. Зажми. Все. Они ни с какой стороны не могут подлезть. Знаете, что получается? Они тут все лазают. Когда я залез в один улик, они меня так нажигали, так нажигали. Аж я подпрыгал. Такие злые были. Говорят, ты что ж натворил? Мы с маткой встретиться не можем. Я думаю, ну это, наверное, один улик. Пошел на другой улик залез. Та же самая песня. Вынимаю вот эту штучку. Опять проблема. Опять кусают. Да так, кусают. Здорово. Значит, эти для изоляции матки в зиму, они годятся. Но знайте, что вам будет хорошая, так сказать, апитерапия называется. Пчелоужаление. Ну, кто жаждет получить пчелоужаление, может использовать вот эти. Но для вывода маточников, они нормальные. Я летом показывал, вы видели, они очень хорошо, эти колпачки. Это для вывода других маток. Пчелы не злятся, все хорошо. Но для сохранения матки плодной, они не годятся. Итак, друзья, следующий вариант. Вот этот вариант я вам уже показывал. Вот как он работает. Значит, клеточка открывается. Эта клеточка еще и вынимается. Она двойного характера. Вот так вот вынимается клеточка. Я не знаю, зачем они так сделали. Может, чтобы выпускать легче было. Ну, я ее отсюда открываю. Хочу сказать, когда вы выпускаете матку, вы не открывайте ее вот так. Вернее, вы можете открыть ее так, но матку не выпускайте. Рамочки у вас вот так стоят в улику. Вот. Тут еще рамочка. Тогда вы берете, вот, допустим, это две рамочки. Когда открыли, ставите вот так. И смотрите. Матка сразу в первую очередь бежит. Редкий случай, чтобы она не бежала вниз. Она бежит между сотами. Если вы поставите вот так, матка может быть вылететь и улететь. У меня такие случаи были, конечно, сожалею. Вот, что я такую, так сказать, ротозея словил. Хорошую матку упустил. Она у меня такая умница была, села хорошо. Хотел я ее... А она взлетела. А знаете, почему взлетела? А потому что 15-10 дней она не ложила яички. У нее брюшко сократилось, она смогла полететь. Поэтому будьте безопасны. В таком варианте, если выпускаете, то вот так выпускайте ее. Или же я выпускаю на литок. Допустим, здесь у меня литок. Я сразу клетку распритулил ее, и она сразу бежит туда. И такой вариант я использовал. Если вы не хотите открывать нежно, а вытащили, и вот, допустим, клеточка должна стоять вот так. Вот так клеточка ставится. Под планочку. Под планочку. Пчелы свободно залазят здесь. Здесь они прогрызают. Другая рамочка подпирает ее в разделительный бугорчик. И она подпирает, и она нормально стоит. Здесь соты. И она не падает вниз. Пчелы найдут ход, чтобы залезть до клеточки. И прокормить. Итак, вот этот вариант работает. Но! Интересная еще вещь. Итак, друзья, я вам показал, как это работает, что я использовал. Есть еще интересная вещь. Интересная вещь того порядка, что надо еще нарастить пчел в зиму. Мы же не будем держать два месяца это в клеточке. Осень же. Ну, 10-15 дней. Вот. Ну, максимум 20 дней. А потом, а потом пчела-то вся вышла за 21 день. И вы смотрите, что вам надо еще. Интересный вариант этого порядка такой, что матка, которая просидела 2-3 недели, ну, 20 дней, допустим, в клеточке, и когда вы ее выпускаете, она набирает такой оборот, такой оборот, что как весной. Сеет, строчит очень быстро, потому что пчелы истосковались, они ее кормят на всю катушку, она жирнеет и кладет яйца. И что получается? Вы задали корма на зиму, вы довольны, маточку выпустили, и что у вас получается? Через пару недель вы открываете там не корму, а настрочено расплоду мешок целый. Вся работа ушла, так сказать, в трубу, на смарку, улетела. Вот тебе на, вот ситуация. Ну, патовая ситуация. Кормишь, кормишь, опять сахар покупать, кормишь, кормишь, опять сахар покупать. То есть, в таких случаях, я знаю, я рассматривал, слышал многие видео, и сам использую такие варианты. Я покажу, что я делаю в таких случаях. Вот. Сейчас я вам покажу семью и расскажу. Да, в зиму должна быть расплод, но не в таком количестве, как строчит матка. Тогда мы матку эту ограничиваем на первом этаже, а на второй этаж поднимаем все гнездо, которое, прежде чем ее выпустить, выпустить с клеточки, мы все это гнездо подняли на второй этаж. На первом этаже у нас было гнездо, на втором не было гнезда, пустые рамки, выкачанные. Вот. Мы поднимаем на второй этаж гнездо. Это значит, там медок запечатанный, вот, ну, пять-шесть рамок, и вся пчела сидит, потому что ночью уже прохладная, она вся уже скомплектовалась в гнездо на это. Они знают, что это гнездо пчелы. И что тогда происходит? А матку выпустить надо. Если мы выпускаем в это гнездо, то она тут настрочит и съели весь мед. Нехорошо. Погода теплая. У кого-то погода холодная, тому хорошо выпустил, они ее сразу разжали и не дают ей сеять. А здесь погода теплая. Так что, друзья, у кого теплая погода, смотрите, пожалуйста, у кого не теплая, учитесь. Может быть такое, что осень бывает затяжная и теплая, не холодная. Итак, друзья, значит, что я советую? Когда вы подняли гнездо наверх, маточка у вас в клеточке, чтобы ее выпустить, вам надо подготовить базу на низ, куда вы ее будете выпускать. Почему базу? Что за базу? Рассказываю. На низу должно быть три хороших соты. Три хороших соты. Что дает нам три хороших соты? Если вашу матку выпускаем на низ, пчелы, естественно, на нее туда сразу кидаются, обнимают, целуют, кормят, ласкают, она, естественно, быстренько растет, вот, и начинает класть яйца. Медок у них на втором этаже, а на первом этаже три рамочки. А дальше что? А дальше вы можете не соты ставить, а ващину, или просто пустые рамочки, или просто ничего не ставить, или разделительную доску поставить. В общем, сейчас я вам покажу, как это у меня работает. Будьте внимательны. Вот. Снимаем крышу. Вот, пожалуйста, посмотрите, это у меня гнездо наверху подготовленное. Вот эти рамочки подготовлены гнездо на зиму. Это пустая рамочка, на всякий луч стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь рамочек. Итого, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь улочек. Что мы делаем? Ну, немножко поднимем, чтобы они сбежали. Снимем этот корпус. Вот. К примеру, покажу, что это семья с медом. Чтобы вы убедились, что я вам говорю то, что нужно. Говорю. Одну рамочку достану, к примеру. Вот, пожалуйста. Видите, семья с медом. Вот. И здесь медок, и наприск снизу. Вот. Ну, естественно, каждая рамочка по-разному. Естественно, я им еще даю, у нас тепло. Естественно, у меня еще и матка сеет. Вот. Поэтому то, что они запечатали, и то, что наверху, они стараются сохранить. Вот. Сейчас мы этот корпус снимем. О, хорошо. Есть медок. Вот. И покажу, что у меня на низу, друзья. Немножко, конечно, дымнем. ловим два зайца, если возможно. Потому что, как я вам уже сказал, можно одного зайца потерять. Или мед потерять, или пчелу потерять. А нам надо и мед, и пчела. Иначе мы в зиму, как говорится, удачи не видать. Вот так. Снимаем решеточку разделительную. Смотри сюда, Даник, подбегай ближе. Это у меня пустая рамка совершенно. С чего состоит гнездо? Пустая, вот я, как говорится. А следующее у меня разделительные доски стоят. Вот даже тут написано доска вот. Д-О-С-К-А. Доска. Это вот по красным написано. Смотрите, что у меня здесь. Это вот разделительная доска, это разделительная доска. Ну так, на сохранение у меня доски стоят здесь. Вот. А сюда я поставил рамочку с расплодом. Вот эта вот рамочка идет с расплодом. Эта доска является и сотой, и разделительной частью. Итак, сейчас я вам покажу, как это работает у меня. Эту мы уберем временно, чтобы она нам не мешала, чтобы можно было перемещать тут что-то. Итак, матку поставил сюда с рамочкой. Все, что она у нас тут натворила? Смещаемся. Видите, доски у меня впритык, и они с трудом смещаются, потому что, чтобы пчелы не пролазили. Вот. Я вам сейчас покажу, что матка натворила на низу. Наверху нет у меня засева. Она вся на низу. Вот у меня разделительная доска. Вот. Вынимаем. А теперь посмотрите сюда. Тут был расплод сплошной. Я два дня назад его перевернул. Вот такой вот сплошной расплод был по всей рамочке. Это уже часть пчелы вышла. Видите, сколько пчелы вышло? Я повернул эту сторону, потому что матка не могла засеять. Вот. К матке. Матка вот на той рамочке. Видите? Почему три рамочки? Вы не спросите. Тут яички и пыльца. Тут она уже начала сеять. Вот. А с этой стороны она уже сеять не будет. Дальше в следующую сторону смотрим. Прополюс впритык. Ох, хорошо. Соскочило. Смотрим следующую рамку. Это рамка простая, не доска. Вот посмотрите, что здесь. Видите? Засел от бруска до бруска. Середка уже вышла. Матка очень хорошая. Сеет без остановки. Посмотрите здесь. От бруска до бруска засел. Матка уже вышла. Я не вижу матки здесь. Она может на другой рамочке бегать. То есть, почему нужно нам 2-3 рамочки? Вот если так от бруска до бруска засел, то эта рамочка даст 2 рамочки пчелы на зиму. Если вы оставили 3 рамочки с заселом вот таких вот, запечатанные от бруска до бруска, то сколько у вас будет? 6 рамочек пчелы в зиму будет у вас. Вполне достаточно, чтобы не 10, не 5, не 6 она шуровала. А всего 3 рамочки оставляете. Таким образом, если у меня разделена доска здесь и здесь, то у меня получается 2 рамочки. Она засеяла одну сторону, засеяла из другой рамочки одну сторону и эту. Итого получится у меня 2 рамочки пчелы. Как видите, эта пчела уже вышла. Если она еще поднимется наверх, а еще теплая погода, матка еще сделает засел, то это все поколение будет очень хорошая семья. Эту рамочку я тоже повернул, это сота. Видите, повернул. Вот она бегает маточка, вот она. Вот она черненькая, видите? Приблизь, вот она. Вот она маточка бегает. Очень хорошая, сеет прекрасно. Как вы видели, сплошной засел, то это замечательная маточка. А эта сторона была засеяна, вот так стояла внутрь до той рамочки. Я ее развернул, дал ей возможность, чтобы она еще засеяла, чтобы получилось рамки 3. Ну вот сколько пчел и дают ей, столько она и засевает. Вот она, вот она, вот она, видите, бегает. Жирненькая, хорошая. Итак, уважаемые, значит, все вы смотрите по вашему количеству пчел. Сколько вам надо пчел? Если вам надо больше пчел, вы оставляете 4 рамочки. То есть у вас ослабленная семья. Если вам надо меньше пчел, вы оставляете 2. Если вам нужно среднее положение пчел, оставляете 3 рамочки. Не обязательно разделительные доски ставить. Эти разделительные доски я экспериментирую, проверяю, как работает матка. Находится между этими рамочками, чи нет. Вот. Расскажу следующую часть. Итак, друзья, обратите внимание. Вот разделительная доска и вот разделительная доска. И вот рамочка. Я планирую сделать сохранение маток в зиму. Каким образом? Как вы видели, матка в этой эреи на двух улочках бегает, дальше выскочить не может. А если вы еще днище перекроете и сделаете литок здесь, то это получается отводок. Следующий отводок будет стоять вот так. Опять рамочка, расплод, другая матка будет бегать. Литок на эту улицу. Следующий отводок опять отдвигаете, ставите. То есть нуклеус для сохранения маток зимой. Они здесь заподлицо у вас закрываются и снизу заподлицо до самого дна. Поэтому через дно они перейти не могут и через верх не будут переходить. Сейчас они переходят через дно, потому что я дно оставил открытым. Это общая семья. Но если мне надо, если мне надо сохранить матку, тут матка у меня бегает. Я их раз поставил на дно. Сюда матку другую пускаю. Сюда другую пускаю, сюда другую пускаю, сюда другую пускаю. Вот вам улик уже и готов. Ну, плюс в зиму. Чем он отличается от нормальной семьи? Скажите. Да ничем не отличается. Соты со всех сторон рамочки имеют. Только вот эти рамочки, доска разделительная представляет. Рамочки представляют еще разделительную доску. Чтобы матка не перелезла. На двух улочках вы можете затрусить сюда пчел даже с любой семьи. Сколько нужно на улочку, на рамку? 300 грамм максимум. 600 грамм пчел вы струсили в определенную емкость. Весили 600 грамм. Затрусили сюда их. Все. Закрыли. Дали матку клеточке. Сюда тоже самое. Дали матку клеточке. Главное, чтобы мед был здесь в запасе. Сейчас здесь нет меда. Поэтому вы должны подумать, как задать мед. Ну, мед и сахарный сироп, я думаю, все знают, как задавать. То же это дело техники. Вы уже... И самое главное, чтобы гнездо обогревало друг друга. Таким образом, на двух улочках раз-два будет сохраняться у вас одна матка. Хотите, ставите ее в специальный изолятор-можайка или какой хотите. Хотите, пускайте ее так. Она тут сохранится, потому что мед будет на этой стороне, на этой, на этой. И с этой стороны пчелы будут греть друг друга, и с этой. Ваша задача правильно подготовить рамки. Итак, друзья. Вот такая вот информация. Если она вам нравится, многие спрашивают, как сохранить много маток. Я вам рассказываю. Очень простой материал. Я вам показал, что-то с одной стороны, что-то с другой на доске. И вы можете сохранять маток. Таким образом, вы будете иметь успех в зимовке. То есть, задача проконтролировать семью. Ну, а теперь, друзья мои, мы что делаем? Закрываем. Вот. И все. Где моя гамочка еще? И пусть она сеет еще. Итак, она у нас уже две рамки насеяла. Я ей повернул. Это будет уже третья рамка. Мне вполне хватит пчелы на зиму. На семь рамок. И эта еще пчела сохранится на ползимы. И та еще выйдет. Так что будет все прекрасно. Таким образом. Поднимаем. Ставим сюда. Мы не даем матке разогнаться больше положенного. Вот. Она сеет нам столько пчелы, сколько нам надобно. Вот. А не столько, сколько она хочет. Потому что не все семьи... Почему? Если мы так контролировать не будем семью, мы думаем, что у нас там меда много, семья сильная, пчелы много. Зима пришла, она у вас пропала. Чухаем в затылок и спрашиваем, а что ж она пропала? А оказывается, вы не проконтролировали, не взяли под контроль семью. Она съела, у нее мудрости нет. Некоторые семьи не надо контролировать. Они хорошо мед запасли, все. Они матку ограничивают. А некоторые говорят, так что вы, такая погода сейчас. Мы сейчас это самое подзакусим. Итак, друзья. Хочу сказать еще, заканчивая видео. Когда вы смотрите мои видео, хотя бы это видео, советую вам просмотреть мой плейлист. То есть, те видео, которые мне понравились, где я поставил лайк, они стоят на плейлисте. Там очень интересные вещи есть. Я ничего не имею от этого. Я просто даю вам хорошую информацию. Если вы заглянете на мой плейлист, и вы найдете там какое-то китайское, или турецкое, или английское какое-то видео, то вы просмотрите, не пугайтесь, что они там говорят по-английски. Пчеловоды соображают, о чем речь ведет. Если вам понравится какая идея, то пусть вас Бог благословит, используйте. Это для вашего возраста, так сказать, человодного. Ну и еще хочу сказать, все, кто начинает смотреть мои видео, если понравилось это видео, не обязательно просматривать все мои видео. У меня сейчас 70 видео. Вы просмотрите, пожалуйста, на канал, нажмите Павел Би, и просмотрите только заголовки. Может, какое-то что-то вам поинтересовалось, понравилось. Это будет вам на пользу. Некоторые посмотрели мое видео и не знают, как действовать дальше. То я вам советую, когда вы будете просматривать, то только заголовки просмотрите. Если вам что-то понравилось, вы можете посмотреть и остальные. Итак, удачи, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки и, так сказать, задавайте вопросы. Будем стараться отвечать. Смотрите там, как я уже рассказывал, снизу там, где можно купить клеточки. Алиэкспресс, Ебей, Амазон, куда душа желает, они вам пригодятся. Я заказал себе вот 30 штук. Заказал. И 10 у меня было, у меня свыше 40 семей. Вот. Это нужный вариант. Не только для меня, но и для всех друзей моих, которые приходят. Павел. А я не заказал. Как у меня матка строчит на всю катушку. Что весной, что осенью. Можно ограничить. Нужно взять весенний взяток. А матка. Говорит. То есть, кто-то должен понимать, для чего это все продается. Эти клеточки очень хорошие. Я их использовал. Видите, они уже у меня в воске. Видите, я их использовал. Воск везде ставил. Вот. Так что, то, что я проверил, советую вам. Это советую колпачки только по весне использовать. Эти тоже можно использовать. В общем, все можете использовать. За исключением вот этих. Итак, друзья, до встречи. Удачи. До следующего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.